всем привет рейдеры и добро пожаловать на борт с вами капитан песик на стримах я часто показывал свой анкилпака весьма распространенные через людоеда мученицу и ратника и самая проблема в моем анкилпаке то что у меня нет супер крутых ядовиков которые есть мало у кого тот же самый венеры и дракоморфа которые стабильно будут набивать там за два либо за три ключа и забирать последний сундук с ультра адского клан босса мой же анкилпака в натяжечку набивает последний сундук на ультра адском и бывают такие моменты что мы не попадает нужный мне клан босс по affinity и мне приходится в час ночи как по будильнику вставать когда у меня отрегенивается 4 ключ и набивать там еще условный там миллион полтора для того чтобы выбить эти 70 миллионов сегодня в нашем видео мы посмотрим уникальную анкил пачку через две ледяные банши ну уникального она в своем роде именно из-за шмоток которые стоят на ядовиках вы эту стратегию можете применить и на своем анкилпаке и создатель этой пачки мой тезка от из ростова в общем смотрим всем еще раз привет вот она моя пачка на 6 кб одна из банш у нас сейчас без vd мои немножко не докачано но в принципе давайте запустим да посмотрим как это все работает блюдоед у нас ходит а1 мученица ходит а1 банши накладывает морозный тлен и ратник закрывает блоком урона далее мы накидываем яды ледоед ходит а1 мученица а1 накидываем еще раз яды ратник ходит а1 и людоед закрывает а3 и когда можно включать на авто ну вот сейчас мученица перезарядку можно закинуть и соответственно включать на авто все у нас цикл есть и у нас как раз вот как раз под цикл мы снова накладываем именно морозный тлен чтобы у нас естественно с авто атаки больше постоянно накладывали яды скажи пожалуйста в чем особенности вот конкретно твоих ледяных баньши вот я вижу что здесь был еще один ход это я так понимаю сет с турнира у нас на них одет да верно обе баньши у меня одеты сепы свирепости и это та информация которая может разорвать сейчас очень многим голову это на самом деле эти сеты добыть конечно сложно но возможно я вот уже несколько раз в турнирах выигрывал там особо не докупая ресурсы и в принципе эти сеты собрать можно тем более что нам основные параметры как таковой не интересует нам нужно добрать именно нужную скорость а нужную скорость мы можем добрать допустим двумя шмотками солянки либо каким сетом у нас еще есть два шмот два слота соответственно и да я вижу что когда у нас срабатывает доп ход то мучениц соответственно больше одна из больше будет еще раз она накладывать яды либо же вот опять накладывать свой морозный тлен и тем самым вот опять смотрели день мы сразу же за 1 2 ледяные больше за один цикл наложили 1 2 3 4 5 6 8 ядов они наложили это просто жесть полоска ядов постоянно забита у нас вот как раз таки в этом сете доп хода это конечно же повезло не повезло но я думаю что здесь конечно урон будет кардинально отличаться в отличие от моей пачки да я вижу что просто беспощадно мученицы у нас мученицы ледяные баньши прям атакуют у босса этим доп ходом и опять же мы видим практически всегда полную полоску ядов и самое главное вот вы видите только что у нас спал соответственно морозный тлен и сразу же ледяные больших наложили а если такой момент что во время боя у нас спадает именно морозно морозный тлен слабость к яду то есть ну больше в любом случае какой-то из двух будет в этот момент уже откачан если будет не откачан то на следующий ход наложен но такое бывает редко плюс у них есть таланты на боевые чары на продление вот часто только что больше наложила на 2 хода вот сейчас я видел что ледяные больше были готовы еще наложить яды но уже была полная забита полоска ядов и вообще да прям жестко жестко прям этот доп ход конечно работает вот еще один ход вы видите что 4 яда за один ход ледяная больше 1 1 ледяная больше умудрилась наложить слушая смотря еще такой момент здесь мы видим что под именно под стан когда босс дает масуху у нас некоторые герои в частности мы сейчас вот увидим это давайте x1 поставим находится без блока без блока урона соответственно допустим как мученица у меня такая же такой же момент идет и вот скажи почему конкретно в нее не летит стан хотя на нет на ней нет никакого никакого защитного бафа все дело в ее текущем хп босса при атаке один рассчитывает так кого меньше всего хп в процентном соотношении того и она и атакует мученица вот своим сильным расчищением она хилит всем персонажем определенное количество в процентах хп если у нас персонаж толстый то она ему восполнит процентном соотношении совсем чуть-чуть а если у нас персонаж тонкий как наши ледяные банши они получат больше этих самых процентов плюс у банш взяты зубки зубки это пять процентов но вот маленький отхил принципе и без зубок все работало вот этого хватает вот сейчас это вратника стану летел в общем у нас никогда стан не улетает в мученицу и спокойно мы таким анкилом можем стоять и и этот анкил скажем так всегда он на любом клан боссе он всегда будет играбельным то есть нам не важен цвет клан босса получается и соответственно этот эта пачка рассчитана абсолютно на любой цвет клан босса вот из-за того что здесь есть нюанс тут не соглашусь если у нас будет клан босс красный и мученицы снимут себя не уявл этими доп ходами в них скорее всего меня не тестил но там я думаю да прилетит стан поскольку вот ледяной банши далее скорее всего будет выбирать анти стихи учитывая то что у нас урон примерно близится к двум ключа то есть мы часто набьем скорее всего с вами около 30 миллионов тут важно понимать что нам совсем чуть-чуть надо будет добить на третьем ключе и можно просто-напросто сапоги до которые стоят на свирепой заменить на любые абсолютно другие сапоги так ну вот у нас уже босс 48 ход и уже мы набили больше 30 миллионов я со своим анкилом никогда не видел такого дамага конечно же да и вот по сейчас последний раз а босс походит 31 миллион набила такая пачка вы видите что ледяные банши наколотили здесь больше чем мы 12 лямов и естественно 1 в ледяная банши у нас без вармастера это можно где-то лям полтора еще урона сюда накинуть да где-то около того но все равно с другим ключом приблизиться очень сложно что же давайте посмотрим скорости и вот у нас людоед который имеет стандартные 255 скорости это ну а особенность людоеда в чем как как раз таки здесь заключается для того завещал нам один сет бессмертия для того чтобы людоед там в какой-то момент не умирал от яда я без этого его не тестил сразу поставил сет бессмертия это собрал его по скорость на 255 скорости собрать людоеду сложно но в принципе возможно опять же поставив сет бессмертия где из допы на скорость и более-менее ответь шмотки где есть скорость в допустим шлем два раза у меня тоже людей 255 и скажем так влияет гейме уже можно ему сделать эту скорость скажем так не раздевая своего арбитра основного так ну дальше у нас мучение ратник у нас тоже стандартный вот в этом плане у ратник имеет 191 скорости ну вот я смотрю что это тоже как по максимуму попытался вытащить из него атаки вытащить крит шанса из него и соответственно крит урона чтобы он сам с руки тоже набивал собственно урон ну и самое интересное две ледяные банши вот опять же сет свирепости то же самое здесь по возможности крит шанс крит урон атака ну и естественно нужная скорость нужная скорость первая ледяная банши у нас 189 которая уже ходит непосредственно после хода кланбоса а вторая ледяная банши ходит уже перед массухой кланбоса у нее скорость 193 и да у на обоих одет сет свирепости опять же видите что здесь крит шанс есть и крит урон собственно нас ледяные банши с руки тоже скажем так неплохо наваливает это как ты думаешь вот если вот сет свирепости допустим не ледяную банши одеть а вот на любого другого ядовика то есть если вот не через ледяные банши то есть у некоторых людей понимаешь нет ни одной ледяной банши я сам недавно вытащил себе на аккаунт одну ледяную банши и у меня 2 пока что нет вот если я одену сет свирепости на аутара соответственно у меня тоже будет я думаю вырастет урон но не так как с двумя ледяными банши потому что вы сами видели что соответственно ядова они накладывают просто беспощадно и соответственно самое главное что морозный тлен они юзают по кд и слабость яду у нас на кланбосе висит практически постоянно да ты прав то есть можно на любого героя атаки которые не участвуют в построении именно неузвимости нашего анкила можно на любого такого персонажа ставить сет свирепости то есть можно поставить свирепости на отара на дракоморфа на венеру это те персонажи которые не участвуют получается в этом во всем может кто-то захочет с разином ходить пожалуйста разину тоже можно будет поставить обход чаще ходил соответственно больше урона с грозы великана наносил да это круто по сути самое самое что надо сделать это вот одеть мученицу сет вампиризма опять же вот мученицу мы не показали у нее скорость 241 и опять же сет вампиризма нужен для того чтобы она отхиливалась сама постоянно и в нее не летел стан это тоже очень важно в такой пачке слушайте ну может я сейчас скажу довольно сложную вещь но этот смысл с этими свирепости можно применить практически к любому анкил паку где нету закрываний на два хода то есть давайте так у нас есть две массу хи перед которыми у нас идет закрытие в данном случае вот моем паке идет закрытие ратником и на следующем ходе последний ходит людоед и тоже закрывает если такие условия соблюдаются можно на ядовиков надевать сет свирепости а если у вас например анкил составлен с рашкаром который этот блок урона вешает на 2 массу хи то вы уже такую штуку как с это свирепости надевать на персонажа фиада не сможете то есть подумайте про свой анкил пак если у вас там идет перед каждой массухой закрытие сэйва вы можете использовать на ядовиках с это свирепости поскольку они не меняют шкалу хода и перед каждой массухой мы будем закрыты все ясно все ясно спасибо большое очень интересный пока с ледяными баньши мне прямо вот с этой свирепости это можно сказать ноу-хау такое я еще не тогда ни разу не видел такой пачки спасибо тебе за твою пачку и конечно же мы поделимся этим видео со всеми зрителями на нашем канале коми ну ты знаешь что капитану песику просто так не заходит на аккаунты поэтому сейчас лего не выпал не выпали ладно друзья это тебе еще раз спасибо за твой эксклюзивный анкил пака можешь сказать пару слов о нашим зрителям всем желаю удачи побольше лег нужных лег что самое главное и играйте в рейд мойте руки корона вирус наступает все друзья с вами были два всем пока пока